Музыка На этой скале нет никакой тюрьмы, но есть поселение под названием Юрид. Состоит оно из потомков Матератии и этой тюрьмы. В соседней скале поселение Свободы. Состоит оно, это поселение, из потомков сбежавших и освобожденных из этой тюрьмы, кому некуда было идти. И испокон веков между ними, естественно, исходят вечные разногласия, терки для них имеют значение. Откуда невеста, откуда корова, откуда дрова, откуда историю, откуда ветер, как говорится. Ну, это такой легкий снежок. Это сюжет вот этой скульптуры, да? Да, да. А вот эта? Царевна Лягушка родилась 4 августа. Гуляла по своим болотам каждый день, и видя эту почву 347 раз в году, я вдруг в один прекрасный день обнаруживаю эту стрелу. Очень хочу посмотреть на Иван Царевича, но пока он не пришел, я с этой стрелой пошла домой, 3 часа домой топала, и осмысляла его. Мне было интересно понять, а что делала Царевна Лягушка в тот момент, когда Иван Царевич натягивал тетину своего лука? Существует такая штука, как Чань Зу. Это когда китайским девочкам перепинковывали ножки, чтобы они влезли в кружечные башмачки. Вот она скинула свои башмачки, расправила наконец свои конечности, наметала икры во вторге, решила наконец спокойно выпить чашечку кофе. И в этот момент ее к лунгу на бикрин сбегает прилетевшая там у Царевича стрела. То есть мы присутствуем при моменте, что сейчас у Царевны Лягушки начнется совсем другая жизнь. Ну это так еще, первый снежный музык. А вы писательница? Да, прям оттуда. Нет, ну вдруг вот книжки лежат. Книжки нет, я иллюстрировала. А вот это? Это называется сердце самурая. Жил на свете самурай, сердце его было настолько страстным, настолько горячим, что к чему не прикоснется, все плавится, все горит, все рушится. Но он самурай, он не был бы самураем, если бы не попытался взять себя в руки. Он силу воли свою раскалил у сердца до такой степени, что оно превратилось в плотный, почти железный алмаз. Чистый, твердый. Но все-таки веточка в другой его руке говорит о том, что нежность его сердцу тоже присуща. Иначе это будет не самурай, а просто жестокий убийца. А вы любите дерево, да, включать какие-то коряги? Вы знаете, дело даже не в том, что я люблю, а я всегда исхожу из тех материалов, которые есть у меня под рукой. В данный момент я живу на болоте, и поэтому присутствует все. Какие-то водоросли, какие-то... Иной раз ты принесешь из болота что-то, и даже не знаешь, что это. То ли это высошема, то ли это сверху какого-то, то ли это фактор. Это все распадается на какие-нибудь болотки интересные, которые интересно смотрятся. Вот. Я вот считаю, что я как раз такой художник, который не может ничего перекладывать. А как вас зовут? Вот этого вполне достаточно. Да? Да. Этого вполне достаточно. Ладно, хорошо. Про Вивальди вы слышали? Нет, я слышала. Это все под музыку Вивальди времена года. Скрипочки все эти. Трам-пам-пам. Мучится мальчишка с горы. Зима. Что такое для нас зима? Или это створение нашего детства. Это Новый год. Это Рождество. Это елка. Это хлопушки. Это снежки. Это крепости. Это снежные бабки. Это детство. Вот он мчится с горы и не знает, что ангел его судьбы его уже заприметил. И своими босыми ногами оставляет проталины зиме его детства. И скоро наступит весна его жизни. Мальчик перестанет быть мальчиком. Начнет новый период. В детстве его растает и уплывет. Он присутствует только при первом мгновении, можно сказать. Это называется «Грачи прилетений никто не ждал». То есть они из самолета выпаливают. У них там очень мальчаны, пелесины шли в праздник такой. Хоп. И никого не слышали. Ага. Ага. Понятно. Но самое смешное заключается в том, что как только я сделала мою работу, оказывается, в нашем близническом разрешили бесплатно на одну семью сурпитику в лесу. Да. Так все право имеет. Вот оно как. Вот оно как. Вот оно как. Спасибо вам большое. Храним вашу чешую, вашего дракона. Отлично работает. Ваши болота где-то в Ареоле Санкт-Петербурга? Я в сердце у вас. Ааа. Ну, где-то не наши болота. Там, конечно. Что вы. Болото еще какое. Кабаны, лоси, рысь. Сейчас завелась. Вам надо свой театр. Рассказывать. Вы знаете. Либо делать, либо вещать. Я вот два раза в год или даже раз в год могу это говорить. А все остальное интересно. Я делаю время. Я лучше сяду, либо хочу жить. Нет. Ну, понятно, что это как-то... Театр требует очень больших усилий. И это все очень непросто. Я работала в театре на Каганке в начале 2000-х. Я знаю, что это за кухня. Нет. Я не буду рассказывать вот эти истории про ветер, про снег. Вы знаете, я не тщеславный человек. Я считаю, на всей выставке, вы не представляете, не так много людей подходит, которым это интересно. Есть вообще удивительные мистера, которые подходят и говорят, что вы сказочки для посетителей оставьте, а нам интересно знать, из чего это сделано. Они не видят, что это. Им нужно, как говорится, алгебры поверять в мои булыжники. Вот. Есть люди и посетители, которым это не интересно, типа не морочься на голову. То есть это нормально. Не может быть человеком, как говорится, золотым червонцем, который всем нравится. Но если вы притянулись, я это чувствую, я вам все расскажу. И я знаю, что это обязательно что-то сделает внутри вас. Я притянулась. И вы тоже сделаете мир, 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 мир. Я хочу подтянуть своих каких-то вот людей, близких, которые тоже при этом будут слышать. Передавайте дальше. Понимаете, я вот из тех, кто мне не надо башь на башь, я вам сделаю добро и вы не сделаете. Я вам отдала, вы несите дальше. Главное, передайте это, чтобы у вас это не затухло. А вот это купиться в массы, это очень не интересно. А самолеты у вас какие интересные? Слушайте, самолеты это просто последнюю ночь у меня уже сил не было ждать. Когда же мы все это уже упаковали, уже я просто сидела и не посмотрела. А вы театральный художник вообще, да? Я вообще не художник. У меня философско-историческое образование. Я думаю, что по всем этим рассказам это сразу ясно. А художники, ну, просто, наверное, по сути, по рождению. Ну, то есть так или иначе все время этим занимались, да, в различных формах? Естественно. В детстве в школе у меня были изрисованы все тетрадки. Было советское время еще вызывали моих родителей постоянно в школу. А я не могла, мне все время... И что самое удивительное, вот через много лет я, когда открывала эти тетрадки, я на каждом рисунке, я слышала, что преподаватель говорил на доске. То есть для меня вся информация была там замечательная. То есть мне это просто необходимо. Зрительное восприятие мира. Ты шифруешь тем, что ты делаешь практически. А что же не в художники пошли, а куда-то, вот в другую область пошли учиться? Значит, сначала маму не пустила, а потом я из школы уходила с большим скандалом. Я мятежная натура, и все предки у меня были мятежные, все сыны, поселенцы. Вот. Что такое советское время? Прилежание и послушание. А нас обманули. Мы все написали заявление в девятый класс, а нас обманули и расформировали класс наш. Вот. И пошла добиваться правды, забрала свое заявление. И мне лично директор школы писал такую характеристику, так даже это важно все время, что для меня нигде не приняли, что я вернулась в школу, а я не вернулась в школу. Поэтому у меня первое образование в техникум меня взяли, потому что, слава Богу, не в ПТУ. Один и единственная жизнь в народной техникум. Вот. А потом уже я когда подросла, уже закончили все эти характеристики, слава Богу. Ага. Ага. Ну. Мы хотим одного создать, он нам все время смотрит, как говорится. Ну да, ну да. Ну ну. Типа детка. Решил отверткой стать, а я тебе создал пассатиж. Давай покажи-ка мне, как ты будешь гайки отворачивать. А вы вот предыдущую свою коллекцию в музей поместили? Да какой музей, поскольку это все надо. Это все работает, только пока я на выставке стою. Дальше это все не нужно никому. Одну работу сейчас я торгую в Чикаго, может быть, у меня купят. Вот в Америке интересуются, в Канаде интересуются. Но в Канаде я жила, поэтому у меня такие остались связи. А здесь, кстати, все это не надо, что я. Почему? А вот есть же музей кукол, который там... Я вас умоляю. Вообще, вам отдельный зал может быть с вашим голосом. Я вас умоляю. Это даже кухня, шои, театр на Таганке. Да вы мне смешите меня, конечно. У них есть кого поставить в свои музеи. Таких, как я, именам легион. Тем более, посмотрите, мы сейчас живем в времена, когда модно быть художником. Вот я давно заметила, что каждое десятилетие меняется мода на какую-нибудь профессию. То все идут в юристы, то все в психологи. Сейчас все художники. Причем большинство людей не понимают, что если ты говоришь, я тоже так могу, ты не художник. Три места. Художник – это точка отсчета. Это на тебя все равняются, а не ты у кого-то что-то. Повторить это не проблема, а обсуждать. Поэтому вот тоже, когда с материалами пристают, ребята, блин, каждый из мастеров, каждый из художников, идет к своим каким-то способам, к каким-то методам. Годами иной раз. А вы хотите прийти, тяп-ляпывая, а что это вы мне рассказать не хотите? Не хочу. Особенно, если приходит человек, которому неинтересны истории. Ему сразу нужно из чего это сделать, зачем это надо. Мне кажется, самое главное, чтобы тебе было что сказать. А из чего ты это сделаешь? Это ерунда. Хоть из пластилина слепишь. Если у тебя будет история своя, это тоже будет драгоценное. В интернете, простите, вас вот можно найти как Калина про снег или как-то еще? Ну, в принципе, так тоже можно сейчас найти, пока выставка работает. Ну, вообще, как говорится, если уж сильно хочется. У меня Атлан как закрытый? Ну, на Физбуке открытый. Ааа. Вконтакте я закрытый. Я устала очень тоже от недоразумений всевозможных. И от того, что люди права качают. Нет, в конфи. Это страничка или аккаун? Вот здесь очень важно, что и. Просто у меня, да, предки и конфедератовые, и конфедератовые. Вот, вы постучитесь, и я вам и ссылочку на одну одну. А можно я сфотографирую себе? Ну, справляю. Может, она вам тоже. Тоже, Саша, как исторически сложилась. Я половину предков, сильно посыленцев моих. Угу. Это очень важный момент. А это не псевдоним, это действительно ваше имя, Калина, да? Нет, ну это можно сказать, что все-таки... Артистическое. Клипку партийный, да. Ну вот, с пяти лет меня так зовут. В общем, поэтому... Короче говоря, очень важно положить в карман и достать в такой момент, когда это произведет наибольшее впечатление. Ладно, спасибо. Спасибо. Вас также с наступающим. Да, спасибо. Ой. Девушки. Ой. От, 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 от. Отвещаем. Так, тут надо. Ой. А как зовут этих персонажей? Кто это? Как они? Это киса Пиканта. Это птица странная. Это медведица и медведь. Все они из коллекции. Золото инков. По мотивам золота инков. А правильно, что это, да, крыжечки используются? Консервные банки. Крыжечки, консервные банки. А ручки у них... А это уже чего... Чего человек называется в нашем золостроительном магазине? Ух ты. Это для фильтров вообще-то. Изделки фильтров. Ага. Как? Это стопор для дверей. Ну там... Как это называется? Для дверей-то в общем. Все. Все, чего такое золотое. А вот образ сам рождается... Сначала его вы рисуете или он придумывается по ходу дела? Как? Нет. Это вот это конкретно. Потому что на выставке была и видела... Вот там была выставка Золото инков. У нас в Минографическом музее была. И там вот все маски, они как раз очень повлияли, скажем так, что захотелось что-то такое вот сделать. Ага. И поскольку там тоже золото и вот было и вот это хризакол или что-нибудь. И вдруг я увидел золотые крышечки и кронштейны. И вот сами по себе как-то вот все придумывалось. Угу. В общем, как это золотое. Только захотелось таких вот сделать хулиганских. Угу. А вот эти совсем другие, да? Эта вот морковочка, да? Да. Эта снеговичка называется Заячья радость. Ааа. Все для зайцев. Ага. Специально, чтобы не скучно. И не кого-то. А рядышком? А рядышком, это то, что нас обычно ожидает после новогодних каникул, называется Снеговик. Отшумевшие праздники. То есть он еще и с ребятеночком. Тут он второй ребятеныш или кто-то. Вот они прислонившись друг к другу. А этот уже впечатался, как все гроба бывает. Ну и последствия праздничного стола. Ага. Здорово. Здорово. Так. А вот это какая-то тыковка или кто-то? Это хрюлоунская тыква. Ага. Но это игровая. Это неваляшка. Ага. Называется тыкванька-станька с съемной головой. Ага. Ага. То есть внутри неваляшка, да? Да. Неваляшка. На основе неваляшки. Все равно такая вот. Ага. А это вот уже наверное вот это и детки? Да. Это на конкурс я делала. Как-то был интернет конкурс в саду или в огороде. Это картошка. Ага. Картошка старенькая, сморщенная, картошка и ботатовая. И ее внучки Мусенька и Моросенька с чипсами. Ух ты господи. Моросенька-то какая хорошая. Ух ты господи. Ух ты господи. Так вот просто захотелось так весело. Лобоська какая. Лобоська. Ой еще одна. Ух ты господи. Ух ты господи. Ух ты господи. А сколько времени ж на такую красоту, на создание. Для этого я не могу сказать. Потому что это дело, когда бывает в свободное время. Ага. Здорово. Как получается. То есть они внутри как чем-то набиты? Внутри. Ну, почти во всех. Для того, чтобы терять, ну, как обычно все делают. Утяжелители. Ну, минеральный гранулят в камешке. Ааа. То есть они тяжеленькие. Тяжеленькие. Они такие устойчивые. А Машата это из другой какой-то, да? Это уже как бы, да. Ну, по сколько лет. Угу. Вот крыс. Ааа. Точно, точно. Вот крыс. Ну, вот такой вот. Ага. Француз. Француз. Крыс, да. Натюрель. Ух ты. Его зовут Натюрель. Ух ты елоко. Шапочка. У него снимается. Шапочка. Да. Это шапочка. Ааа. Я не поняла. Он готовился к российской зиме. Холодной. Но оказался. Да. Ох ты господи. Да он же ушастенький. Да он же красивый. На лапочках. У него и ручки и ножки двигаются. Конечно. Месси. Месси. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Великие такие французские языки собрались. Точно. 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 Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Месье. 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 Вот. Вот так мы видим француз. Французы бежите от нас ничего другого. Покупайте меховые шапки. Иначе отморозите себе носы, лапы и хвост. Ну вот. Вот. И уши по крайней мере. Уши точно. Уши точно. Чизяйка. У него что он немножко перепуганный. Перепуганный. Ну хороший. Хороший. Зайчка. Хороший. А это его мадам? Нет. Это просто мышка. Ага. То есть ты тоже не француженка? Нет. Нет. Просто нежная мышка. Мне кажется тоже что то есть французский. Может это мадемуазель. Мадемуазель. Может мадемуазель. Остальные просто разбежались уже. А как по-французски? Мышка то. Сюриль. Сюриль. Ты спросила. Мадемуазель. Не. Ну как. Маус. Маус. По-английски. А по-французски. Ну давай вспомним уже. Мы же с тобой француженки. Да. А мы с Таней вместе учились. Да. Французский язык. В училище Серово. В училище Серово. Вот давай. Вот так. Вот. Вот так. Я не знаю за что мы там уедем. Сюри. Сюри. Мишка Сюри. Можно ее вот. По-моему пти Сюри. Я помню из какого-то там стежка. Или что-то что-то такое. Я по-французски могу только одну стихотворение рассказать. Но наверное не так она. Ну. А что это? Это неприличная? Нет. Приличная. Просто я его везде. Политичная? Нет. Просто из детства. Вот там вот кот-сугроб. Это кот-сугроб. Это кот-сугроб. Это кот-сугроб. Я думала это может какая-то по форме кофемолка. А это оказывается мой лад. Ух ты. Ну мистерия. Мистерия, да? Угу. Вот дура. Слышно. У них такие марташки интересные. А. Вот еще один Микки Маус, да? А. И тоже в шапке. О какой. Зайка. Ой. Да он еще и с косой. О. 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 Красава. 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 Девица. Красава. Девица. Ну шикарная. Шикарная. И в кожаных штиблетов. Ох ты господи. Ботинки. О. О. Курносенькая. О. Красава. Нос любопытная. Красава. Красава. Да, да, да. Мы ее возвращаем в семейную. семейную идею. Так. Вот. И вот наш автор. Инстаграм есть, да? Инстаграм. Да. Тапорук. Са. Са. Потому что я порук. Татьяна. Есть. Тапорук. Са. Тапорук. Са. Тапорук. Порук. Са. А са это что? По идее это моя дочь Саша. О. А. А. Саша тоже занимается? Ну, она чем только не занимается. Ну, и что-то она тебе помогает немножечко, да? Пока не помогает. Ага. Пока только вдохновляет. Ну. Уже не мало? Уже не мало. Ну, вот поэтому было разработано, поскольку у нас любимая такса дома. А. интересно-интересно нужно должны суши но очаровательный очаровательные такие персонажи а мишки одни у них двигаются но верни как ты же тоже не называешь их наверно мишками да или это все-таки как из разряда мишек мишки тэдди только они такие это такой с губами воинственный хорошо а мне нравится вот это очень средства не такая маска необычная можно еще посмотреть персонажи и марина будет очень интересно даже счастье от елочные игрушки до обвязываются один вот они такие вот они какой рукоделин а что какие у вас интересные персонажи есть такие совсем маленькие это брошечки червашки разная сестрица это это мишки или как правильно мышки а мышки к ну вот такие мышки а вот есть мышки такие даже из кожи стеснительные хотя нет разные разные футбольганы 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 а этих персонажей как правильно обоздуть какие-то есть инопланетные вот это они как это гномомышек вот она интересные розовый чебурашек розовый чебурашек это когда на олимпиаду китайцы сделали очень много у нас наши заказы эти символы в Китае и они же там делали в диких количествах и когда на таможне получили ящики на ящику будет написано мыши открывают там чебурашки то есть китайцы считают это мышь ну здорово и вылочные ваши да у меня это тоже у нас подружки когда делали а вон какой очаровательный пакулятия пактинец это мать а это дети перепелочка и один такой уже вылупившийся вот так вот вижу какой очаровательный ой а вот это то какой слава он зверь поросенок какой одно глаза что-то ему глазик один пострадал сбитый летчик шванишути ух ты летчик сбитый вот так вот в кожаном костюме с пластика ботинков ботинки то какие шикарные ух ты славный парень ну какая рукодельная игрушка здоровская оп ой сидит сидит и он еще какие интересные ну какой мишка красивый да ух 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 интересно да такой очень стильный мишка ух 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 выдружаем выдружаем на место вот такие вот милашки вот такие мишонки ух ух а вот это семейство которое сидит Это жаба из ведро головастиков. Ах, это головастики! Ух ты, у них там даже вон какой-то ведерочкой сидят. Папа-мама. Это, наверное, старший сын, да? Старший сын. А рядышком? Это зайцы. Это остатки зайчевых имеют. Возьми зайцев. О, какие симпатичные. Так, выводка интересная. Второй, средний, младенец, остальные младенцы. Младенцы очень шикарные. А они не вылезают из ведерочка, да? Они просто как часть композиции? Нет, пожалуйста, они могут вылезти из ведра. Может зажить своей самостоятельной жизнью, да? Нет, конечно, не совершенство. Ух ты, ой, ой, какие! А, какие очаровательные. Ага, ага. А я тоже делал эти. Ага. И просили наброшки и... Здорово. Угу. 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 Все семейство. Здорово. Угу. Угу. Вот так. На место сажаем, на место. Угу. 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 А вы где-то есть? А, вот визитку, да? Просто покажем. Угу. 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 вы давно занимаетесь куклами ты уже на лет десять чуть поменьше меньше меньше дальше с такими вот глазами брендовые глаза ставьте под найти вера вы тоже профессиональных художник да ну просто в какой-то период вот стали куклами а до этого может быть чем-то другим театрами да вот я смотрю что все-таки куклы в театральные художники это конечно их их прямо направление это вдохновение это хобби такое это мирное успокоение а в театре вы как художник по куклам или просто там художник-остановщик что-то в каком если не секрет это гуразипенди театр юного зрителя то есть вы приехали сюда вот она будет мы катаемся тем более здорово тем более здорово очень рады ладно спасибо да да я живу да много ну нет не так много вот как-то так периодами ну и местами да одно время как-то было бывает вот очень много потом какое-то впечатление что всплыв ой как спад спада а потом вдруг раз новая волна каких-то интересных художников работа они просто присылали сами или приезжали к на открытие кто-то встречал чем тем хорошим конкурс то можно было прислать работу а вот потому что не все имеет возможность выставиться или приехать а прислать работу выставить все таки есть кого-то кто там а в пенде вообще много например вот как или на художников мало да а какие то есть специализированные там не знаю были такие ремесельные объединили ну то есть но есть такие ярмарки посту яручил этот момент уже санят на ладью ездит в москву еще вот на то есть три штучки по-моему они ездили и индивидуальные объединения ну то есть питер московь все-таки если на какие-то такие выставки или чаще ладно спасибо очень было приятно познакомиться искать так интересно на самом деле так просто несложная с полоса такое можно два-три дня это вместе с подбором бисера с набором связание а потом если допустим вот достаточно сложный рисунку с фореской цвета а сколько из них рисует штук шесть да, семь? нет больше больше десяти точек и такой рисунок какой-то из митрии, геометрия ну да, что-то рисуется, собирается вот этот, на это может дойти недели две тут еще более мелкий японский бисер, если мы сравним ну видно, видно, да размер бисера вообще такая, что очень трудоемка ну это такая дизайнерская уже здесь тоже все связано связыванием вот этих кристаллов шатонов бусин разного размера и это с использованием тоже очень красивая такая ну это конечно уже вечерняя такая штука такие есть более ну очень конечно интересные а это вообще техника она откуда вот именно вот эти вот круговые вязание, вязание с бисером она вообще очень тяжелая да? ну вот когда вот они вышивали ну просто я думала, что вот они вязают очень часто вязанные сумочки но я думала, они как картины все-таки не так сложно вышивались да? вязанные сумочки в принципе вот так же по кругу только вот допустим здесь у меня круг такой это вот такой диаметр круг вяжется, подкладочка вшивалась то есть это все-таки было ремесло или это аристократки вышивали или это все-таки или это были вязание с бисером да? аааа сейчас то вышивки с бисером что в вязании с бисером когда были крепостные вышивали девочки только до четырнадцати лет и пресвечат это что, в сожалению, освещение даже в определенном свете не так не видно, что свет бисер менялся потом уже под частеньким материалом зрения в нашей области у нас в нашей области там Тархана, где верных традиций у бабушки верных в артиле ей был вот этот, ну не то, что промысел но ей очень нравилось то есть она, мы были типовозные девчонки, которые этим занимались причем у них есть там в музее то есть такое нормальное кресло полукресло то что и вот это полукресло все этим бисером вышито где-то вязано, где-то вышито какие-то фрагменты полувязанные, полувышитые ну и сам бисер, я не знаю откуда они его в те времена везли, то это же Италия, да? то есть это то есть стеклянный бисер был, это стеклянский бисер всякое это не было дешево это было очень дорого вот эта больная сумочка ее вот в ростности передавали и сейчас качественный бисер это не очень здорово да, ну мне кажется в те времена это все-таки сейчас какие-то варианты и китайского и так далее из китайского это не делается не делается? да таким бладким даже вот таким вот он не будет а кто делает это вот чехи, да? это чеши, нет? лучше бисер, а японские в японии там тоже несколько производителей и тоже они разные по ровности там намного лучше ну для того что есть золотой 24-каратый бисер японский бисер японский бисер ну то есть это уже то что потом более доступен такой чешский бисер с которым еще можно связать но чешский бисер то есть он тоже немножко то есть вообще вот здесь вот качество бисера вот именно оно важно своей формы чтобы вот это все идеально получилось да? чешский, он даже по форме чешский отличается от японского японский тоха отличается от японского то есть каждый фирм даст то есть японский он самый мелкий и самый такой, да? ну и чешский есть мелкие форма, да? бусинки, она разная где-то ботёночки, где-то более квадратненькие они а я вот хоть я стеклом и занималась в своей профессии, но я вот как бисер делаю я не представляю вот вообще не представляю что-то мне как-то вот никогда не было, ну как сказать мысль эта меня не посещала как же делать все-таки бисер а вы знаете как делать бисер? чтобы вот он был такой в принципе как его из трубки из станка трубки как-то, просто как его нарезать ведь он же еще должен не резаться ведь это же бусина, она как бы кругленькая она такая не да, да, вот как они его не, ну на горелке они все-таки делают низкетемпературные или все-таки это стекло ближе к горелочному стеклу или это стекло более вот это вот что-то как-то им даже интересно ну вот на горелке вот когда сидят иногда надо работать интересно он будет плавиться или не будет потому что обычно стекло я знаю что он бьется как стекло отлично не, ну любое стекло бьется а вот просто какое это стекло вот почему-то почему-то меня никогда вот на эту тему есть много видеороликов на интернете ну надо посмотреть ну я думаю там в основном ролики по сборке и всякое они не снимаются в организме они не снимаются в организме они не снимаются в организме аааа ну интересно мне кажется, знаешь еще вот здесь бисер же его видно по фактуре блестячий, прозрачный с разной системой окраски есть вот бисер есть уже стекло пигмент плавлен то есть само стекло покрашено то есть не бихломой, а утром охлаждается не, ну это понятно уже там технологиям а есть крашена сверху просто ааа вот это иризация да вот это вот что-то такое есть стойки есть нестойки нестойки не использую нестойка что? краска? вот эти напыления нестойкие? есть мы уже знаем какие цвета обрезать мы их используем интересно переходы это вот один от этих бисера вы его делаете растяжку да он там перемешку а потом набираешь уже в растяжку раскладываешь это немножко из моей какой-то гаммы такой синюшной такой не знаю слышно потому что Татьяна не знает сейчас это я ползаю про бисер нам рассказывала Марина Савина вот она из инстаграм вконтакте украшение из бисера и Марина из пензы да? Марина из пензы вот такие очень красивые вещи очень рукодельные очень рукодельные Марина вот рассказывала вот как это все по схеме делается на самом деле не знаю я так и не осознала мой мозг не может это уже сложно все это для меня уже это знаете как вычислительная программа на самом деле вот весь этот рисунок рассчитывается и набирается единой да а он набирается вокруг шнура какого-то а потом шнур вынимается нет а вот чтобы потом он кругленький то получился вяжем по кругу ну тут вы вокруг шарика вяжете а когда вот ничего да я думала какой-то есть болванка есть какая-то нет плотности вязания ты уже знаешь какую плотность сделать да чтобы он держал форму нет я это не могу осознать нет это хотя я когда-то вязала но это как-то все равно было такое видимо у меня сложно там это все не моя стихия вот ладно спасибо спасибо спасибо